Налей В 1984 году герой сегодняшней истории Александра Новикова арестовали. Формально за то, что делал дома музыкальную аппаратуру и сдавал в комиссионки под видом фирменной, а фактически за вольнодумство. Музыкальный альбом «Вези меня, извозчик», написанный им в начале 80-х, наделал тогда много шуму. Но, как бы то ни было, ополучил Новиков 10 лет лишения свободы. В 1990 году Верховный суд Российской Федерации отменил приговор за отсутствием состава преступления. Но 6 лет пришлось отсидеть. Эти годы стали для Александра Новикова настоящей школой выживания. Музыкальный альбом «Вези меня, извозь 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 меня». Но у меня только одна мысль была – умереть достойно, а не спастись. А спастись предлагали. Носили какие-то бумаги там подписать покаянные о том, что я сделал это неумышленно, о том, что песни, что я графоман, что вот я политических целей не преследовался. Обрабатывали меня все. Не согласился ни на что. Отсидел весь срок свой из города достойно. На самом тяжелом месте. Зона, где отбывал свой срок Александр Новиков, среди заключенных называлась Мясорубка. Туда, на север Свердловской области, посылали всех мутноголовых и тяжелостатейщиков. Резня, бунты, поножовщина. Люди ломались, как спички. Да все думают, поножовщина, когда выскочили с ножами, начали видеть. Нет, поножовщина – это такая штука более страшная. В бараке нет окон. Если есть окон, они завешаны. Горят лампочки. Если лампочки выбиваешь, в бараке кромешная темнота. Так вот, перед тем, как кого-то там убить, ходят, смотрят, где кто спит. Это делается ночью. Залетает несколько человек. Хлоп-хлоп, лампочки. Сразу разбили, темнота. Пробежали к кроватям, где кто лежит. Хлоп-хлоп, ровно одна минута. Немало сокамерников Александра Новикова так и не дождались своего освобождения. Кого-то убили, кто-то сам не выдержал жесткого режима. Новиков выжил. И не только выжил, а заставил с собой считаться всех. И официальную лагерную власть, и неофициальную. Против меня настроили всех, кого можно. Ко мне боялись подойти заключенные, те, которые даже ко мне хотели, помочь хотели и все. Их сразу выдергивали штаб и сказали, если ты хоть кусок, или конфетой одной поможешь, или рублем, или что-нибудь, будешь в трюме сидеть. И разбежались все, и я остался один. Так вот, я один противостоял вот такой огромной машине, которая состоит из козлоты лагерной. Из лагерной администрации у меня хватило мужества и духа противостоять. За шесть лет в лагере Новиков прошел через многое. Предательство, коварство, жестокость, нечеловеческие физические нагрузки, голод. Порой его охватывало отчаяние, но он не давал воли своим эмоциям, даже тогда, когда оказался в ледяном карцере, где пробыл 30 суток. Вот это жуть не от того, что ноги не разгибаются, и что больно, все внутри дрожит, одно там сводит, аж больно, все внутри боль. Вы такого, конечно, не ощущали. Это может вот только рассказать вам человек, который спал на бетонном полу или на снегу, замерзал, когда все внутри болит. Вот внутренности, они не болят так у нас. Но вот самое-то жуткое было то, что, да, ни боль, ни голод, ни оры, вот когда в тот момент, когда зашли меня, выходи, говорят, и я не могу встать. Я чувствую, что не могу встать. Тогда в карцере Александр Новиков снова и снова прокручивал свою жизнь, задавая себе один и тот же вопрос. И как я здесь оказался? Фактически, Новиков начал в тюрьме свою жизнь заново. Он родился в октябре 1953 года на Курилах в семье военного летчика. Как многие семьи военных переезжали Новиковы из города в город. Так в школу Саша пошел в городе Фрунзе, а закончил ее в Свердловске. Затем был институт, да не один, откуда его за вольнодумство и непокорность отчислили. Я живу по своим и по общечеловеческим, по законам нравственности, честности, порядочности. И то, что если бил несколько выродков, бил по почкам, так я и сейчас это готов сказать, и сделать это готов сейчас, потому что они выродки, они негодяи. В общем, лихими были студенческие годы Александра Новикова. И самым приятным воспоминанием тех лет, пожалуй, была встреча с Машей. Они когда-то учились вместе в горном институте. Их роман был стремительным. В мае 1975-го они поженились. Маша родила Александру сына и дочь. Могу вам сказать честно, что если бы мне жизнь начать сначала и пришло бы время жениться, то я женился бы только на ней. Потому что за всю свою жизнь я такой кандидатуры не увидел, которая могла бы меня вот вытерпеть, вынести со мной столько лет. Конечно, уже человек очень тяжелый, в общем-то, по нему видно. Он очень прямой, очень честный, прямолинейный. И там, где, может быть, можно было бы его так вот сказать по-другому и помягче, он наоборот скажет и грубо, чаще и грубо получается, поскольку прямо и честно. И поэтому с таким человеком, конечно, жить-то непросто, сложно. Мы с ней прожили 33 года. Это первое. То есть при жизни можно ставить памятник смело. Поэтому, что могу сказать? Мне в этом сказочно повезло. Их любовь действительно прошла через жесткие испытания. И хотя в народе говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, ни Александр, ни Мария не предполагали, что беда постучится именно в их уютный и дружный дом. Но обо всем по порядку. В конце 70-х Александр Новиков, поняв, что ни металлурга, ни геолога из него не выйдет, всерьез увлекся музыкой. Года четыре он работал музыкантом в разных ресторанах Свердловска. В 81-м создал свою студию и группу «Рокполигон». В те же годы Новиков наладил выпуск самодельной электромузыкальной аппаратуры. Делал я аппаратуру очень хорошую. В некоторых местах она работает до сих пор, даже и 25 лет прошло. В то время заводы выпускали такую гадость, на которой ни играть, ни в руки взять, это было невозможно. Это было что-то ужасное. Этот пробел был на рынке, то есть аппаратура была нужна, играть было нужно музыкантам, не на чем. Мы делали. Я бы ее делал, может быть, до сих пор. Но я записал альбом «Вези меня, извозчик». И этот «Вези меня, извозчик», он имел эффект разорвавшейся бомбы. «Вези меня, извозчик», поглукай мостовой, а если я усну, шманать меня не надо. Я сам тебе отдам, ты, парень, в доску слой, и тоже бьешь когда-то до упада. Сразу же после выпуска альбома «Вези меня, извозчик», Александр Новиков попал в поле зрения идеологического сектора ЦК КПСС и КГБ. За ним была установлена слежка, его телефонные разговоры прослушивались. А 5 октября 1984 года Новикова арестовали. Пришли домой ко мне с обыском и сообщили мне, что ваш муж арестовал. Допустим, это утром произошло, а ко мне уже вечером приехали. Я у детей к соседке, и часов 6 происходило все. Мне все думали, что у меня под плинтусами бриллианты, и все, они аж отрывали дома плинтусы, полы все выворачивали, все ломали стены. Они искали какие-то драгоценности, которых у меня в жизни никогда не было. Уголовное дело Александра Новикова начиналось с документа. Экспертиза по песням Александра Новикова. Суть этого документа сводилась к тому, что автор вышеупомянутых песен нуждается, если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка. Ведь сначала завели уголовное дело по статье «Антиобщественная деятельность». Она всего до трех лет. И доказать антиобщественную деятельность только на одном факте вот этого альбома очень трудно. Ну, дадут год, там два, но надо было больше. Оттуда, говорит, больше. И тогда начали искать, что делать. Аппаратуру делает. Аппаратуру, значит, зацепились. Опросили всех, кому я ее продал. И все до одного человека сказали, что знали, что это самодельная аппаратура. Через две недели они поняли, дело не получается. И тогда через две недели они начали снова вызывать этих же людей. Вызывали и пугали, и говорили им так. Так, если ты сейчас не напишешь о том, что Новиков тебя обманул, выдал тебе самодельную, зафирменную, то ты сядешь на одну ловку вместе с ним. И 161 человек, и 161-го, 160 сломались. Только один не сломался. В 1985 году по приговору Свердловского суда Александр Новиков получил 10 лет усиленного режима. Он понимал, что выбраться из заключения досрочно ему вряд ли удастся. Да и помощи с волей он не ждал. Маша, оставшись с двумя детьми, сыну было 8, дочери 2, еле-еле сводила концы с концами. Большинство знакомых разбежались кто куда, телефон в доме замолчал. Новиков готовился к самому худшему. И не ошибся. Я работал в лагере на самом тяжелом месте, где больше двух-трех месяцев никто не выдерживал. Просто умирали или заканчивали жизнь самоубийством. Я там два года отработал. А что вы делали? Это на разделке леса, срывка дров и срывка от самых толстых бревен. Это самый тяжеленный труд, где травматизм, смертность. Лагерь страшный был, голодный. То есть голод, поножовщина, мор просто страшный лагерь. Новиков знал, что лагерь – штука коварная. Со своими законами, традициями, иерархией и подводными течениями. Кое-что про тюремную жизнь он понял еще, находясь под следствием. Одному из сокамерников по кличке Удав понравились тогда кроссовки Александра. И вот он ко мне подходит и говорит, давай, говорит, махнемся, там у него какие-то галоши там были. Я говорю, тебе они сжать будут. Он говорит, ничего, я потерплю. Я говорю, да ты в галошах потерпишь, хорошо. Но он слово за слово все, и так что-то он начал хамить меня. Но я его начал бить страшно, просто бил так, что кровью были залиты все стены, и дверь вся. И бил его мордой там об дверь с такой силой. Я понимал, что это должно быть показательное побоище. И я показательно это делал. Подобных эпизодов в тюремной биографии Александра Новикова немало. Конечно, они шокируют. Да, он вынужден был жить по одним законам с обозленными и бесправными людьми, у каждого из которых была своя беда и звериное желание выжить. Он знал, что любая уступка в тюрьме – слабость. Слабость, как и испуг, дорога вниз, на самое дно лагерной жизни. В лагере не бывает мелочей. Но кроме всего вот эти все вещи, то есть вот эти выпады против меня, они были инспирированы во многом некоторыми членами администрации. Был такой зам по режиму Дюжев, это был редкий негодяй, который занимался этим. И еще несколько человек. Был такой руководитель, начальник отряда одного, который готовил на меня покушение. То есть он собрал и там три или четыре человека, и их разговор подслушал случайно мой подельник. Когда конкретно начальник отряда разговаривал с ними о том, как меня убить. Им не удалось его ни убить, ни сломать, ни унизить. Новикову помог не только его железный характер, богатырская физическая сила, но и звериная интуиция. Александру и сегодня требуется две-три секунды, чтобы понять, насколько близка и велика опасность, и кто перед ним – друг или враг. И если враг, кто бы он ни был, Новиков отчаянно защищается, как когда-то в тюрьме. Один раз приехала жена, и вот этот негодяй, этот Дюжев, было мерзительное существо, он там что-то и не подписал ей бумаги, составлял ее там ходить по каким-то кабинетам, ждать ее и так далее. И меня вызвал и говорит, там твоя жена привезла там что-то тебе, думаю, там или письмо какое-то, она у ней вышманали или еще что-то. Ну и начал он так что-то уничижительно разговаривать, и я ему сказал, я говорю, послушай меня, Мурло, я говорю, ты не думай, что я здесь буду сидеть всегда, если ты будешь эту женщину оскорблять, унижать, или там еще что-то, так сказать, гонять ее тут по кабинетам. И я говорю, несмотря на то, что я ношу телогрейку, и я говорю, у меня хватит духу тебе откусить нос прямо здесь в кабинете. Вот примерно такой был разговор. Он говорит, я тебя сейчас могу закрыть, понимаешь? Я говорю, прежде чем ты меня закроешь, я говорю, я тебя в глотку перегрызу. И он понимал, что я это могу сделать. Поделились и люто, и наспех, и в пучину, без дна, В поле поровну белых и красных, А Россия одна. Шашкина галашпор и с размаху, Чья выходит права, Покатилась крестами на плаху Золоченая голова. Своим освобождением из тюрьмы Александр Новиков обязан в том числе и студентам Уральского политехнического института. Как-то на встрече с Борисом Ельцином в ту пору президентом России студенты спросили его, а почему ни за что, вот уже шесть лет, сидит наш земляк, певец Александр Новиков. Ельцин пообещал разобраться. И разобрался. Новикова освободили. А еще через некоторое время Верховный суд России отменил приговор за отсутствие состава преступления. Много лет прошло с тех пор, но и по сей день, иногда, Новиков слышит в свой адрес презрительное уголовник. Уголовник это ведь не биография. Уголовником можно было называть Солженица, но он тоже сидел. То есть по принципам, по признакам, если по внешним признакам, да, любого, но ведь уголовниками можно называть сегодня и тех, кто не сидел по тем же признакам. У меня есть такая песня, там слова в песне «Пересылки, а строги и лобники есть на выбор любых величин. Все мы в этой стране уголовники. Всех судить нас за то, что молчим». Александр Новиков никогда не молчал и не молчит. Еще в 93-м году он одним из первых публично осудил позорную практику работников телевидения брать с исполнителей деньги за показ клипов. Он критиковал клановость в отечественном шоу-бизнесе, использование фонограмм во время концертов и прогрессирующую деградацию российской эстрады. Со временем от слов Александр решил перейти к делу. На очередных выборах он поддержал одну из пропрезидентских партий, чьи задачи совпадали с его рассуждениями о жизни. Посмотрел, как делается политика изнутри и понял, не его это дело. И я там, конечно, тоже был белой вороной. Знаете, я имел свое убеждение внутреннее какое-то и я имел свою позицию и никогда никому не кланялся, не убеждал. Я его как бульдозер, я могу сбить человека, снести, сгрести со своего пути, но я никогда не стану обегать, а уж тем не менее подныривать. А когда я увидел, как там ныряют, подныривают, подлизывают и подцеловывают, извините, грубый натурализм, то это было вообще для меня откровение. Белой вороной Александр Новиков слывет и в своем родном крае. После освобождения он занялся бизнесом и довольно быстро встал на ноги. В параллель он творил, сочинил около 200 песен, записал более 20 альбомов. Финансовое благополучие позволило ему ни от кого из местных воротил по большому счету не зависеть. Но с чиновничьим произволом в своей повседневной жизни и в бизнесе Новиков сталкивается постоянно. Естественно, он критикует местные власти. И они в долгу не остаются. Городом управляют негодяи. Много лет уже я с ними нахожусь в конфронтационных таких отношениях, в неприязненных. Они мне делают пакости всякие, они собирают ежегодно собрание всех руководителей концертных площадок и дают указания. Если кто-то Новикову представит концертную площадку, будет уволен немедленно. Сегодня к ним подключились еще правительство Свердловской области, аппарат правительства. В прошлом году у меня концерты должны были в театре эстрады быть в нашем Свердловском. Уже афиши висели, билеты продавались. И вдруг звонит мне директор театра и говорит, Александр, позвонили из правительства Свердловской области и сказали, если я тебе предоставлю площадку, меня уволят. И Александр Новиков вынужден гастролировать. Он выступает на главных площадках страны, в том числе и в Кремле. К своим 55 годам, а юбилей Новиков отметил в октябре 2008-го, он доволен своей жизнью. А почему бы и нет? Вдохновение его не покидает, музой стала любимая жена, доброжелательными критиками дети, а дом, который он построил, надежной крепостью от любых потрясений. Но главное, он всем этим безумно дорожит, потому что знает, какой ценой это дается человеку. Тюремные годы вряд ли исчезнут из его памяти. Я приобрел, если к этому относиться с умом, если духовный стержень в тебе сильный, есть, есть мозги и духовный стержень, свеча внутри горит, то этот опыт, безусловно, может быть полезным. Его нужно обратить, этот опыт, в полезный опыт. Я потерял какое-то чувство страха, я оценил себя для самого себя, то есть те границы, чего я не могу и что я могу при любых обстоятельствах. То есть, что я, можно мне делать, а чего нельзя при любых обстоятельствах. То есть, вот такие границы я для себя определил, вот, и для меня это было очень хорошей школой такого выживания, мужества. Я думаю, что его можно уважать за его гражданскую позицию, за его некую непримиримость и умение оставаться самим собой, что бы ни случилось. за поступки, за честность, за прямолинейность, вот такое, ну, за его талант, естественно. Ну, это пробивная такая способность и сила, которая действительно не сгибаемость, его не сломать, не пробить. Вот это, наверное, самое главное. Я боюсь чего-то не успеть, боюсь каких-то грехов, которые могут меня обуять и верю в то, что они меня не обуяют. Вот боюсь что-то такое сделать нехорошее, а для известного человека это вдвойне боязнь, потому что, когда ты известен, ты владеешь умами и на тебя ложится дополнительная ответственность. Тебя слушают дети, тебя слушают чистые сердца, чистые души. И то, что ты в эти души впрыснешь, вот, ты несешь ответственность. Поэтому гадость, которую несут сегодня некоторые, не буду называть с экранов, по шлятину, гадость, все эти домы-два, это та мерзость, которая отравляет светлую душу нации. У нации-то душа светлая, чистая. При всем том, что он очень, конечно, сильный человек, мне все-таки показалось, что в душе он такой даже где-то местами ранимый, как... или я ошибаюсь? Да нет, конечно, ранимый, да. Просто он этого... Ну, редко кто это даже, может быть, и замечает, и он вот это, наверное, вот напускным своим той же вот и грубостью, или вот этими манерами, он это и скрывает, как раз старается скрыться, но более внимательный человек-то, проницательный, наверное, это и идет. Ну, мне кажется, по большому счету, что все-таки, чтобы его так поранить, это надо постараться. Знаете, сейчас же модно быть, так плавать в рамках тенденции, модно дружить с кем-то, модно общаться, да, это помогает в продвижении в карьере, каким-то большим удачам потом в последующих приобретениях. Вот, я очень рада, что он не такой человек. Иногда в доме стены дрожат, если что? Нет, такого-то нет, чтобы прямо летела посуда куда-то, и все выпрыгивали из окон. Ну, свое мужское слово может сказать, в принципе, и дома, ну, и на работе, естественно, в окружении своих там подчиненных, коллег. Господь посылает нам испытания и смотрит, как мы эти испытания пройдем, и выдержим ли мы эти испытания. я, в общем, основную часть этих испытаний выдержал. Вот осталось последнее, испытание временем. Сколько я на этом свете в здравом уме проживу? Потому что, как сказал поэт, не дай на Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. Вези меня, безвозчик, по гулкой мостовой, а если я усну, уж манать меня не надо, я сам тебе отдам, и парень доску свод, и дождь бьешь, когда-то до упада. Вези меня, извозчик, а если я усну, я сам тебе отдам, и то, что пьешь, когда-то до упада. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ